Всем привет! На связи молодёжный литературный совет. И это наш подкаст, который называется «Давай идти громче!» «Давай идти громче!» Сегодня мы будем обсуждать произведения Михаила Афанасьевича Булгакова, моего любимого в юношестве писателя, и не менее любимое произведение «Собачье сердце». Сегодня у нас в гостях Евгений Вьюков, студент БГПУ, естественный географический факультет, специализация «Историк-географ», да? Да, точно. Правильно. И Дятлов Кирилл, человек, который закончил школу экстерном с золотой медалью. Поприветствуем друг друга! Какие у вас общие впечатления о книге и о фильме? Есть ли для вас какие-то сходства, различия, где плюсы, где минусы вы видите, и в том, и в другом? Ну, сам фильм я смотрел довольно давно. В основном я знаю информацию только из книги. Но мои товарищи говорили, что книга от фильма особо не отличается. Может быть, какие-то есть особые аспекты, различия, но я их не замечал. Но само мнение о книге, я считаю, что это прям гениально. И что автор не побоялся высказать свое мнение, особенно в те времена, когда была советская власть. И так это выразить. Но это было свойственно для Булгакова. Для Булгакова да, но это 25-й год. Почему он не боялся выкладывать именно такие произведения? Он еще и на протяжении многих лет пытался выставить его максимально, чтобы его в неофициальных изданиях как-то... Он лично два раза выступал с концертами показа этой книги. Людям это понравилось, они тоже стали это продвигать. Но правительство все равно это не пропустило. Кирилл, ты что думаешь? Пересматривал на днях фильм и перечитал книгу. Ничего такого особо интересного ни в книге, ни в фильме не увидел. По отличиям, ну, в моментах, в мелочах и в отдельных сценах фильм отличается, конечно, от книги. Мы как раз вот эти мелочи, наверное, сегодня и разберем. Отвечу на твой вопрос, почему Булгаков так мог беспристрастно писать различные всякие истерические произведения по поводу Советского Союза, потому что его пьеса, которая называлась «Дни турбинных», очень сильно понравилась Сталину. И он пересматривал ее большое количество раз. «Дни турбинных», кстати говоря, это почти аналог, наверное, произведения, которое называется «Белая гвардия». Там даже есть некая, даже сказать, такая... Не знаю, то ли это отсылка, то ли... Я просто не знаю хронологии, как это произошло. Но есть отсылка, помните, когда в «Собачьем сердце» пришли к профессору Преображенскому, люди из управления дома, и сказали, что вы занимаете очень большую площадь, то есть у вас там 7 комнат, если не ошибаюсь. И он такой сказал, что сейчас я позвоню, и разрешил весь этот вопрос. Не знаю, была ли это какая-то отсылка к Сталину. Далее. Дело в том, что «Собачье сердце», что это такое вообще само по себе? Это произведение об ошибке доктора, по моему мнению. Почему? Потому что человек начал делать какую-то операцию, и который не предполагал, какие будут последствия, потому что он занимался просто-напросто каким-то омоложением людей. Вот и всё. Там было даже сказано, что он вставлял... Идеи обезьяне-семенники. Обезьяне-семенники, да, вот и прочее. Но до этого предшествовало другое произведение, которое называлось «Роковые яйца», где там была тоже ошибка учёного, где вместо куриных яиц под луч, который изобрёл учёный, который увеличивает в размерах различные существа, которые находятся в этих размерах, он хотел увеличить кур, но в итоге попались ему яйца по какой-то ошибке. Яйца змей, яйца крокодилов, яйца страусов, и после этого начали бегать различные страусы огромные, крокодилы и другие животные по Москве. Вот. Мне кажется, это произведение предшествовало собачьему сердцу. Я не соглашусь с этим, потому что, когда вышли «Роковые яйца», это было чисто его создание книги, его инициатива, его мысль. А когда вышло «Собачье сердце», он сам говорил, что идеей для создания «Собачьего сердца» было произведение английского писателя. Какого, если не секрет? А вот это вот я не помню. Ты не помнишь, да? Я не помню его имя, но он говорил, что именно не ищите закономерности, потому что я вторую книгу подряд делаю на ошибках, но первая книга «Роковые яйца», она была написана полностью им, а «Собачье сердце» — это была идея немножечко заимствована, можно сказать. То есть ты считаешь, что он немножечко подукрал, скажем так, идею? Ну, он вдохновился. Ну, ладно. Пускай это не плавет, это вдохновение. Кирилл, ты что думаешь вообще по этому поводу всего? Почему Булгаку вот так разрешалось писать, скажем так? Ведь он и в «Мастер Маргарита», которая так и не опубликовалась при его жизни, скажем так, говорил, что «Мой роман не публикуют». Ну, писал вот от имени мастера, же, правильно же? Да. «Мой роман не хотят публиковать, и что на него стучали». Вот ты как думаешь, почему Булгаку всё-таки вот так? Я не Булгаковед какой, я не читал особо его отзывов на свои же книги, его пояснения каких-то и так далее. Почему он публиковал, мог публиковаться спокойно, ну, наверное, как и любой другой писатель, потому что есть такое право, можешь написать книгу и отнести. Но не факт, что она пройдёт какую-то цензуру. Ну, кстати, вот насчёт того, что вы говорите, что Сталин разрешал, то, что он мог делать хорошие там произведения. Его же неудачнейшее произведение «Иван Васильевич меняет профессию», его пьеса, которая провалилась, можно сказать, это, по ней же был снят фильм «Гайдая». Эта пьеса была поставлена, она не прошла в трёх театрах, он даже в правительство обращался, он считал эту пьесу хорошей, но никто её не любил, ну, потому что она была на самом деле слабая, именно «Гайдая» уже наработал, что она стала такой культовой. Ну, давайте, хорошо, давайте перейдём по сюжетам вообще, что у нас происходит. У нас имеется пёс, который жалуется на жизнь, ну, и по праву жалуется, что его там обливают кипятком, и ему нечего есть, и он даже в самом начале произведения говорит о том, что вот-вот я помру с голоду и буду ползать на брюхе. Далее, этот пёс попадает к профессору Преображенскому, тот его подкармливает докторской колбасой, если не ошибаюсь, причём сам профессор Преображенскому. Краковская, особая Краковская. Ой, особая Краковская, ладно. Тогда я перепутал, наверное, виды колбасы, когда он говорил, какого, господи, этот помощник его, доктор. Борменталь, да. Он говорил про Краковскую колбасу? Особая Краковская. Что нельзя есть колбасу, как он говорил Борменталь, что это испортит желудок. Он не Борментал, а своей служанке. А, служанке, да-да-да. А, да-да-да, и сказал он, что нельзя её есть. Так это про Краковскую, докторскую? Про Краковскую. Про Краковскую. Ну, то есть, ладно, хорошо. Далее, пёс попадает случайным образом, буквально, мне кажется, к этому профессору Преображенскому, и у пса происходит размышление. Мне же повезло, конечно же, что я такой бродяга, и вдруг попал к профессору. Ведь он мог просто по щелчку пальца завести себе какую-нибудь породистую собаку. И он размышляет о том, что это потому, что моя бабка нагуляла у меня там от какого-то английского до лаза или что-то такое вот в этом роде. Я сейчас просто по своим воспоминаниям цитирую, поэтому так говорю. Далее он попадает к профессору Преображенскому, который, как уже известно, мы сейчас об этом говорили, занимается омолаживанием. И профессор решил провести операцию-эксперимент, что же будет, если в тело человека внести... В тело собаки. В тело собаки, извиняюсь. В тело собаки внести гипофиз и семенные железы. Семенные железы. Сердце собачьего там вообще никак не связано, почему это называется собачье сердце. Ну, его и назвали после смерти Булгакова, конечно, собачьим сердцем. Потому что изначально называлось «Собачье счастье». Там собачье счастье вроде бы то ли ужасное превращение, то ли неудачное превращение. Как-то так. Название ему давал уже не Булгакова. А как первоначально тогда он назывался? Ну, вот. Собачье счастье? Собачье счастье. Собачье счастье, да. Инозрительный эксперимент профессора выглядит как-то нелогично. Зачем собаки пересаживать человеческие органы? Что он пытался добиться, омоложение собаки, пересадки человеческих органов? Не знаю, чего он добивался В книге же не сказано, чего он именно добивался Сказано просто, понимаете, когда он разговаривал с Бурменталем о том, чем он занимается Он говорит, да, я занимаюсь омоложением, я провел такой эксперимент Ну, в принципе, я так понимаю, что он провел этот эксперимент, чтобы посмотреть, будет ли какое-нибудь омоложение Чтобы вычислить наука и обстигнуть, посмотрите, что произойдет Да-да-да, вот в этом роде Ведь он же не подразумевал, что произойдет на самом деле Также мне понравилось, что во время операции, что еще раз говорит о том, что это его первая операция Потому что, когда они проводят операцию, Преображенский говорит Бурменталь, давай быстрее Он же ему несколько грубит даже, можно сказать так И потом в конце произведения, когда они обсуждают Шариков, Преображенский говорит, я стар Говорит, и не обращайте внимания на мою старческую, скажем так, агрессию Далее, что у нас происходит Пересадили гипофиз, пересадили семенные железы Ну, получается, собака приобретает черты человека Сначала они этого не понимали Они думали, что вообще произойдет с собакой Типа, она умрет Они закончили операцию и сказали Ну, ждем, когда умрет Ну да, они там пульс искали, я понимаю А после этого она начала, да, подавать признаки жизни Она, когда зашли туда, вроде бы, сбросила шерсть Ну, сбросила шерсть Очень говоря, собака превращается в человека Да, хорошо Отбросим вот это все И вернемся к тому, что в этот момент к профессору приходит Домком Сейчас, Кидул Объясни это для людей, которые не понимают, что такое домком Кидомком Домком — это? Сновен дома Те, кто управляет домом Комната непростой, по которым живет профессор Это, я, если честно, представлял его довольно скромно Но в фильме это целый дворец Семь комнат Огромный дворец, с которым очень много квартир, очень роскошных Фамилия главного по Домкому, условно говоря, главного Швандера Можно просто ограничиться тем, что там было еще три персонажа Один из которых — женщина, которая где-то как мужчина Это там сыграет еще один момент Да Так вот Приходит домком со своей оравой, скажем так И говорит о том, что профессору надо было бы поделиться своей квартирой Потому что мы понимаем, что революция, разруха Людям негде жить, скажем так Негде жить задолго до революции Ну да, тем более стоит учесть тот факт, что до революции люди снимали Не только комнаты, они снимали углы А в Англии люди снимали даже место на веревке И вот пришел Швандер, который говорит, что вам был профессор, который имеет семь комнат Нужно бы поделиться А это было не до приглашения собаки Потому что я помню там написано Это было до приглашения Мы делаем возврат Да, это до, это все до Вот, приходит Швандер и говорит, что нужно поделиться комнатами Потому что у вас очень много комнат На что профессор приемлеженский отвечает, что я не буду делиться А где я буду есть? По-конкретнее Ему предлагают Его, во-первых, не требуют с него Так как у него есть бумага, защищающая его от каких-либо там уплотнений Ему предлагают добровольно отдать две комнаты Которые у него семь комнат Это Давайте Столовая у него есть Столовая Ухня Спальня Кабинет Приемная Операционная Смотровая Смотровая Приемная, я сказал Так, еще одна какая Ну, коридор какой-нибудь, это что же можно посчитать запомнить? Конкретно не знаю Сам профессор перечисляет Так Приемная, она же библиотека Столовая Кабинет Смотровая Операционная Спальня И комната прислуги Семь комнат При этом профессору бы еще комнату под библиотеку Отдельную А не смещенную Со смотровой А не со смотровой А с приемной Вот у меня Возник сразу вопрос После вот этих слов Профессора Преображенского А действительно ли Профессор Преображенский Такой положительный герой? Для меня он, естественно, положительный Потому что Этому именно человеку Нужно Так ему далее говорит Я очень сильно задумался Насчет необходимости ему Семь комнат Это Конечно, здесь нужно быть Было бы Много конкретики Привлечь Как именно там Профессора проходит Что? Как работа Организована? Профессор у Шмондера Спрашивает Где я буду Ходчевать? То есть кушать И Шмондер ему отвечает Это можно прекрасно делать В спальне Почему нет? Хотя, если сейчас задуматься У нас что? Очень много людей У которых есть Семь комнат То есть даже по нашим Меркам Можно понять Ну Какую большую площадь Занимает профессор И как он Относится к обществу Который понимает Что сейчас разруха Про разруху Преображенский рассказал Разруха Творится в головах Насчет работы профессора Почему он В общем-то Не работает в клинике Почему он Не ведет свою деятельность Врачебную В специально оборудованном заведении Где была бы Та же операционная Смотровая Кабинет Палаты для пациентов И все в этом роде Почему он принимает На дому И по сути Является как Частной клиникой Ну да Когда помнишь Еще был там момент Пришла женщина Которая хотела Чтобы ей вернули молодость Он сказал ей Я вам выпишу Ну как я по-моему По фильму даже Такой был Я вам выпишу направление В клинику Она сказала Не нужно никакой клиники Выпишите мне Чтобы я То есть это не просто Доктор-профессор Это Частник доктор-профессор Который Человек Который зарабатывает Капитал для себя Интересными делами В том числе Далее Приходит Это жилсообщество Пытается попросить Чтобы профессор Добровольно отдал комнату Профессор не соглашается А не соглашается Он каким образом Он звонит своему Скажем так Одному из клиентов Одному из клиентов Некому знакомому Со связями Да Некому знакомому Со связями И говорит Не думаю Почему-то в фильме Показали Что это там Какой-то высокий Военный чин Из НКВД Может быть Или еще Прямо на фоне карты С усами здоров Чуть ли не Сталин Да Чуть ли не Сталин Если бы это был год сороковой Можно было подумать Что это и есть Сталин Я тоже думал Что это похоже на Сталин Но в конце фильма Он снимает фуражку И там лысина у него Так что это явно не Сталин Не так его представляли В двадцатых годах По крайней мере Там кстати В другой сцене Есть портрет Сталина На стенке Где показывается Дун Кун Вот Далее Получается так Что он звонит И говорит Мне нужна такая бумажка Чтоб никто не пришел Чтоб прям аж броня Я прям запомнил Эти слова И подзывает Шмондера к телефону И говорит Чтобы он подошел И поговорил Шмондеру ясно Дают понять Что не стоит Суваться в это болото Пускай профессор Занимается тем Чем он сейчас занимается Не стоит его беспокоить Лишний раз Потому что Этот человек Который с ним Разговаривает по телефону Непосредственно Пользуется его услугами И мне кажется Даже довольно таки часто Не знаю На кого построена Эта аллегория Ну ладно Вообще-то Вот Профессор-частник Который явно Никак не связан С Советским правительством Ну Именно напрямую Что оно его не финансирует Если бы оно его финансировало Он бы мог иметь клинику Даже ну Отдельное здание То есть он явно Занимается этим На своей добровольной основе Почему его терпят? То есть Он же ну Откровенно не нужен В этом доме В котором в его квартире Могло поместиться Там человек 16 Ну да Да То и еще больше И что явно Пребывание профессора Здесь Не необходимо Что он держится Там только на своих связях С богатенькими чинами Которые к нему В общем-то и ходят Что это элитная клиника Для тех У кого есть деньги Для Непманов Для всяких там Для той же интеллигенции Культурной Научной Для людей Которые есть В том числе В партии С которым Собственно Наверное Ему и гарантируют Неприкосновенность Потому что профессор Это явление Неположительное Само по себе Ну вот Поэтому я вздумался Что это Ну не Скажем так Неположительный герой В этом произведении Ну не положительный Он там И по другим причинам Не только потому Что он не отдает Свою коробку Не только потому Что я так думаю Хорошо Далее Женщина Которая имеет При себе Одежду Мужскую Скажем так Почему и Профессор Преображенский Ее путает Спрашивает ее Вы женщина Или нет Ну это Не знаю почему Этот момент Мне запечатлился В памяти Вообще Разговорен с Думковым Он проявляет Какую-то Безлишнюю наглость Дерзость Дерзость Даже по большей части Вот И он говорит Вы женщина Вот этой девушке Она что Ты ему сказал Ну что Именно Кстати еще момент Он Про Очень сильно Встревожило Появление Думкома Без калош Да Да Он же про калош Очень сильно Тревожится За свои Персидские ковры Да В фильме Кстати Вот здесь Есть серьезное Различие Между Фильмом И книгой В этом моменте Во-первых Профессор в фильме Говорит что Вы Наследите А не наследили Во-вторых В фильме К нему приходят Думком И все они одеты В кал Не в ботинке А в валенке Поэтому Про профессора В том Почему вы Не надели Калоши Звучит Странно Как бы Они надели Калоши На валенке И опять Таки Как бы Они могли Замерзнуть В валенках Ну вот И там же Профессор Он же Жалился На то Почему люди Не ходят В калошах Что произошло У меня украли Говорит Калоши Он оставил Где-то В парадной Или где И их украли А кто украли Говорит Большевики Не Маркс же Украл Их украли Пролетарий Да Пролетарий Вот И получается Он как будто бы Жалился на пролетарий Что они Прадут его имущество Потому что он Как будто Якобы Завработал По праву Вот эта Женщина Которая Якобы Похожая На мужчину Предлагает Чтобы Профессор Преображенский Купил Журналы В Помощь Детям Испании Германии Ой Германии Германии Мы предложили Купить В помощь Германии А потом он еще и перепутал Когда я говорил За обедом Что типа Зачем мне Дети Испании Ваши Вот Вот Мне кажется Такая реакция Такой ответ Вызвал Негативную реакцию У женщины Которая предлагала Она сказала вам Что не жалко Дети Германии Говорит Очень жаль Но я покупать Журналы Нет А вот Мне он говорил Что нет У меня Они безразличны А в фильме Как раз Переделано было Что ему их конечно жаль Но журналы Я брать не буду Сейчас мы поговорим Больше о шариками Получилось так Что Бродячий пес В его голову Засунули Скажем так Ну Оперировали Даже правильно сказать Гипофиз Человека Который был Уголовником Алкоголиком Пьяницей Люмпин пролетарием Люмпин пролетарием Но это можно назвать Ошибкой Потому что Профессор Преображенский Посчитал Саму операцию Ошибкой Но Почему нельзя Тогда было найти Нормального человека Потом Ну Это понятно Что они нашли Вроде бы Документы О этом человеке Только после операции Когда Шариков Стал вести себя По-другому Как-то Они Нашли Эти документы Опять вопрос О компетентности Профессора Почему он так плохо ведет Такие дела И не смотрит От кого он берет Органы Но он старался же Оля От пьяниц Уголовников Хрен его знает Что у него там в голове Произойти могло От таких количеств Алкоголя И от его жизни Может быть Органы могли бы Даже быть повреждены Поэтому это Халатность Со стороны профессора Да Но в тот момент Им нужно было Провести эксперимент Они Быстро Должны были Быстро Найти какие-то Органы Им нужно было Свежий мертвец Им Тогда было Определенно Параллельно На то Кто это Им нужно был Только свежий мертвец Чтобы можно было Быстрее извлечь Ну Идите в морг И смотрите Какие тут свежие мертвецы есть Зачем Что им Компетент Может просто Дежурить В тот момент Необходим был Свежий мертвец Нет Они могли спокойно Ловить этого Свежего мертвеца И там Полгода Что им мешало Он мог просто Просто-напросто Хотя бы Дежурить в морге И все Мертвец должен быть Свежий Это не Ну Как это могло Торопить Именно взять Любого попавшегося Свежего мертвеца А вот именно в морге Это разрешено было бы Если бы Мне кажется Профессору Преображенскому По-любому Разрешили бы Такое делать Потому что Он же светило Там же говорится Ясно Он очень популярный Профессор Который Почти там Не знаю Типа косметолог Всю верхушку Москвы Пластический хирург Давайте про Шарикова Хорошо Вообще Как пес Он себя В книге проявлял Хорошо Ну Довольно культурно Единственное Что на нем Играли инстинкты Когда он Лайл Кусался Что Когда он закрылся В Душевая Или как-то Комната Когда он Тогда заперся Но он уже был человеком Нет Когда он Еще Это Когда его только привели Вот Когда его только привели Когда он Вел себя Более То он вел себя Более инстинктивно После того Кому перенесли Этот гипофиз И Семенные железы В нем Все полностью изменилось На этом сыграли Как это назвать В общем-то Это неудивительно Что все изменилось Потому что Шариков Человек Не имеет никакого отношения К псу Шариков Человек Это полностью Климчугункин По сути Эксперимент Неудачный Это такой Своебразный способ Подселения Клима Чугункина К профессору Шапонов Не повезло С этим человеком Если бы Человек Был бы Хотя бы Более-менее Культурный Там Когда описывался Этот человек Который От которого Пересаживали Чем он зарабатывал Тем что он В Трактирах Играл на баллайке И пил А потом Умер От того Что его Там же Убили Но Преображенский Жене знал Что это Именно Тот человек Ну вот Поэтому Это можно сказать Просто невезение Ну смотрите Получается Что происходит Дальше Хорошо Переследили Гипофис Профессор Преображенский Начал наблюдать И Изначально Профессор Профессор Не знал Что передастся Генетическая память Ну да Да И они созывают Ученых Преображенский И Борменталь Которые Там был Дерматолог По-моему Если не ошибаюсь Да Они не созывают Ученых Их приглашают Посмотреть Почему Собаки Шерсть Западает Да Потому что Не понимаешь Что происходит Ученые Говорят Специалист Зоолог И дерматолог Что они Такого не знают До свидания Но они Все равно Восхищаются Что эксперимент Удался И Это удивительно Давайте Разграничивать Про что мы говорим Про фильм А не про книгу Но по Фильму Они говорят Что они Восхищаются Тем Давайте Наверное Сначала Обсудим Книгу А потом Обсудим Фильм Давай Хорошо Вот Все Они уходят Идем дальше Но по фильму Они видишь Восхищаются Говорят Профессор Хороший Эксперимент Вот еще одно Уже значительное Различие Между книгой И фильмом В книге Эксперимент Профессора Был закрытый Тайный О нем Считай Никто и не знал То есть Никуда на показ Шарикова Не выводили Вот так вот Как в фильме Это делается Никакие профессора Им не восхищались И О Шариковой Узнали Изначально Только из слухов Которые Ну вероятно Служанки разнесли Далее у профессора Начинается веселая жизнь С этим Люмкин Пролетарием Который Имеет все те же Привычки Что и его Отец Можно сказать По сути Это и есть Климчугункин Он даже не отец Просто он и есть Глава Когда он Он же напротив Колбасного Магазина Находился Там что-то Рыба Мясной Какой-то Нет Не мясной Рыба Глав Рыба Он изначально Первые его слова Были Насчет Этих Глава Рыба Но он говорил Наоборот Сначала Поглядывали Четы Собаки После Того Как он Можно сказать Эволюционировал Полностью Его Чувство Мысль Личность Заполонила Того человека Которого он себе представил Каким же образом Шариков И Швондер Связались Новый жилец Этого дома Просто банально Вышел на лестницу Погулял немного По парадной И встретил Других жильцов Представителей Донкома Между ними Завязался разговор Очевидно Так это было И Швондер Сказал Шарикову Где ваши документы Спросил Почему У него Нет документов Ведь он же Проживает В квартире Преображенского Значит У него Должны быть Какие-то документы А так как Шариков Это просто Напросто Эксперимент У него нет Ни даты рождения Скажем так Ничего Причем Про дату рождения У них же там То ли про имя То ли про дату рождения Они разговаривали Когда они помнишь Определяли То ли дату То ли имя Шарикову Полиграф Полиграф Полиграфич Он вроде Сам себе Нет Там По фильму Насколько мне Известно Там Он говорит Типа Я родился Четвертого числа А там Четвертого числа Создали полиграф И он решил Что он будет Полиграф Полиграф Четвертого числа А эти у него нет Таких Блокомысленных Рассуждений А фамилию А фамилию Он себе Сказал Как И раньше Типа Как по кличке Наследственно Наследственно Возьму Шариков Да Благородно Причем В фильме Он сказал Что это благородная Фамилия Швонзер Говорит Шарику Что ему нужно Получить паспорт И Шариков приходит Преображенскому И говорит Что мне нужен паспорт И просит Чтобы Тот Написал Якобы Расписку О том Что действительно Этот человек Нуждается В паспорте И Шарикову Выдают паспорт Далее Швонзер Подстрекает Так как Шариков Якобы Родился В этой квартире Он должен Получить Место В этой квартире 16 квадратов И Шариков Прямо Говорит Преображенскому О том Что Я претендую На 16 квадратов В этой квартире А он не в конце говорил? Он еще Когда он претендовал Полностью На свою территорию На отдельную комнату Это уже было Вроде бы В конце Нет Он еще изначально говорил Но потом уже Когда зашел вопрос о том Чтобы переселять Шарикова В другую комнату Он говорит Что Если бы последняя капля Тогда уже Да И тогда Шариков говорит Преображенскому Что вот посмотрите У вас Барменталь У вас проживает Хотя не прописан А я вот Должен быть у вас прописан И по документам Всем я у вас проживаю И поэтому Я не могу переехать На другую комнату Странно вы сказали Я не понял Там было как Он Вообще Изначально непонятно Где он жил Как Он на кухне На картошке спал Или нет В общем Не сказано Где он жил Изначально Долго Потребовал прописки В квартире Из своих 16 квадратов Во-первых Может быть Он в коридоре спал Или там В операционке Лежал Когда пытались Выселить Шарикова Он сказал Да Выселять его Пытались уже в конце Когда у профессора Уже лопнуло терпение Ему сказали Просто Иди вон Собирай монотки И уходи То есть По сути Выгоняли его Не в комнату А в кров Выгоняли его На улицу Вот в чем дело Давайте дальше Проговорим Про То Чем начинает Заниматься Шариков Вообще Изначально То есть Он начинает Скажем так Ну не то чтобы Обучаться Как это назвать Ему на воспитание Поставили Барменталь Шариков Барменталь И Преображенский Сидят и разговаривают И Преображенский Говорит Вам бы почитать Чего-нибудь И он говорит А я и так читаю И он сказал Что он читает Энгельса Переписка Энгельса Скаутским И Преображенский В гневе Просто говорит Да сожгите его Ну сожгите Эту переписку И просит Зину Принести Эту книгу И выкинуть Ее в обынь Между прочим Эта сцена Скажем так Повлияет На судьбу Преображенского Потому что В своем доносе Шариков Расскажет об этом В конце Еще Произоходит Разговор Про театр Когда они сидят Разговаривают И Преображенский Говорит Вам бы сходить Куда-нибудь И Шариков говорит В цирк Его бы Менталь Повел в цирк Да в цирк Преображенский Говорит Вам бы сходить в театр Он говорит А что там театр Пустословие одно Типа ничего Ничего не происходит А цирк Это дело другое И они еще посмотрели Стоит отметить Посмотрели Есть ли в программе Кошки Потому что Шариков Ну ненавидит кошек По своей Природной причине Скажем так После этого Он стал уже Живодером Можно так сказать Да Который отлавливает Бездомных животных И Дужит Но он не живодером Стал Он просто попал В организацию Где по отлову Бездомных животных И охотился По большей части За кошками Потому что Имеет ненависть К ним Скажем так А во вторых Он сердцем чует Как было в одной из сцен Он говорит Как же вы понимаете Что там кошки И говорит Да я их чую Просто на просто Вот И когда Преображенский Спросил у него А кошек Куда девать Он говорит На пальты пускай Ну для меня Это было довольно Бесчеловечно Когда Так он Говорил Ну он и чел Не человек Не он человек По документам То он человек По документам Человек В конце Он сказал Что это Его нельзя считать Человеком Потому что Он Видите Обратно Собаку превратился Собаку превратился Ну это отмазка Да была Так то им Довели операцию Почему Бесчеловечный Поступок Куда вы предлагаете Девать Бездомных Кошек Аравы Которые Там Планятся Девять Опять-таки Это же люди Учредили Приюты У вас там Страна голодает Какие приюты 25-й год На дворе Шериков Нашел себе Невесту Машинистку Да Машинистку Вот Которую Насильно Хотел Заставить Жениться На себе Аргументируя Выйди Выйди Замуж Аргументируя Тем Что он Ее Лишит Работы Нет Почему Он ей Просто Врал Ну он Врал Да Но она же Испугалась Когда у Шерикова Сначала Он Как ее Подцепил Подцепил Он ее Рассказами Своими Лукавыми О том Что он Красный Офицер Был Ранен На фронте Она С ним Пошла Веселая Что он Говорил У меня Там Квартира 7 Комнат Приходит Квартиру А там Ей Объясняют Что это Просто Лжать Он Там Да И Перебреженский Заплатил Денег Чтобы Она Ушла Перебреженский Выводит Отдельно Вот эту Машинистку Рассказывает Ей Все Кто На самом Деле Есть Шариков И Там Был Такой Момент Когда Шариков Гонялся За кошкой Помните Его Кошка Поцарапала И Он Этой Машинистке Наплел О том Что Эти Царапины Он Получил Якобы Ну Это Какие-то Шрамы После Боев Вот И Когда Уже Встречается Шариков Преображенский И Вот Эта Машинистка В одной Комнате Преображенский Говорит Ну Ка Расскажите Шариков Где Вы Получили Вот Эти Рани Что Что Это У вас На Лице И Шариков Говорит Что Это Я Участвовал В боях И Прочее Хотя Все Прекрасно Понимают Что Его Просто Напросто Царапала Кошка Очень Сильно Вот То есть О том Какой же Лицемерный Оказался Шариков И Вообще Кстати Говоря Не знаю Кого Считать Положительным Героем В Произведении В книге Немножечко Выделяется Дон Ко Как Положительный Персонаж Преображенского Шарикова Я не считаю Такими Не Барментар Только Вот Служанки И Вот Тоже Еще Повариха Мне кажется Единственный Положительный Персонаж Это Тот Который Про Которого Говорил Шарик Когда Был Псом Что Повар Подкармливал Костями А Вот Изначально Эту Машинистку Нашел Когда Еще Про Образи Собаки Это Первая Знакомка Чеховская Ружьем Профессор Преображенский Видит Что Действительно Он создал Какое-то Чудовище Просто Которое Мешает Не только Его Жизни Но и Жизни Общественности Чудовище Он создавал Клима Чугунхина Создало Прекрасное Общество Можно Сказать Так Что Он Как Исполина Его Возродил Потому Что Шариков Начинает Домогаться До Служанок Начинает Воровать Когда Повариха Выбежала Полуобнаженная И Он Там За ними Следил Он Начинает Домогаться Начинает Воровать И В итоге Происходит Разговор Между Преображенским И Барменталем О том Что делать Потому Что Барменталь Не раз Пытался Угрожать Шарикову Что Он Расправится С ним Барменталь Начал Ненавидеть Семи Фибрами И порами Кожи Шарикова Не Тогда Профессор Сказал Что Если Мы Его Превратим Обратно Собаку Тогда Из-за Того Что Тогда Аукнется Нет Был разговор Не так Поставлен Там Был разговор Поставлен Так Что Барменталь Говорит Давайте Я его Убью Я Говорит Накормлю Его Мышейком У меня Отец Следователь Причем Там Было Сказано Что Следователь Это Самая Не лучшая Работа Скажем Царский Следователь Ну Да Преображенский Говорит О том Что Не нужно Так Делать Никогда Не идите На преступление Доживите До старости И будьте Честными И еще В самом Начале Произведения Помните Преображенский Говорит Что Не нужно Никакого Террора До человека Можно достучаться Только лаской И когда Уже заметно Становится В течении Всего Произведения Что На самом Деле До человечества Ну нельзя Всегда Достучаться Лаской Потому что Сколько бы Не ласкали Того же Шарикова Ну ничего Не добиться Он же Не меняется Никак По большей части Приходит К выводу О том Что нужно Все-таки Весь этот Эксперимент Свернуть А каким образом Это сделать Операцию Шариков Обратно И последняя Капля терпения Была Тогда Когда он записал Донос Когда Шариков Написал Донос Да О том Что Якобы Во-первых Преображенский Высказывался Некорректно В сторону Переписки М.Б.С. Икаутского Говорил там Противобольшевистские Скажем так Высказывания И лозунги И вообще Как-то Некорректно Относятся К партии И дело В том Что весь Этот донос Дошел Как раз До того Человека Который Был Клиентом Этого Профессора Преображенского И по чистой Случайности Он попал К нему И этот Клиент Обратился И сказал Нельзя Чтоб Такого Происходило Причем Преображенский Спрашивает У него В фильме Спрашивает Вы Желаете Чтобы Это все Кончилось По законодательству Либо же Это как Как-то Можно по-другому Решить И Этот Клиент Говорит Что Что же Меня Не уважайте Что ли Давайте Просто так Решим Между собой После чего Профессор Преображенский И Барменталь Решают Вернуть Шариков В состояние Шарика И В то время Когда они Его вернули Забегает Тот же Самый Барменталь И Милиция Нет Тот момент Когда Сделали Операцию И Сделали Операцию Прошло Десять Дней С того Момента И Отлов Кошек Не Происходит Думали Что его Убили Забеспокоились Приехала Милиция Куда Входит В квартиру Много Много Людей Трое Полицейских Представители Домкома Кто По-моему Кого-то Из слуг Не было Дома Тоже Заходит В общем Входит Много Людей И Начинают Спрашивать Профессора Где Мол Шариков Почему Ему Десять Денега Нет У нас Вардера Есть На обыск В случае Чего На арест Вдруг Вы Убили Обозрения И После Этого Заходит Собака На двух Наград Нет После Этого Выходит Профессор Прямо Ябереженской Говорит Меня Не за что Арестовывать Что это Ошибка Эксперимента Что Шариков Что Шариков Жив На самом деле Я никого Не убивал И Предлагает Предоставить Вот Пожалуйста Вот вам Шариков Смотрите На него И он Начал Обратно Превращаться В собаку Он Не говорит О том Что Он Сделал Операцию Еще Одну Чтобы Шариков Действительно Превратился Собаку Говорит Просто Неудачный Эксперимент Никто же Не знает Как Все Могло Произойти Ну и в то время Это особо Проверить Нельзя было Ну и тогда Уже Заходит Собака На двух Ногах Садится В кресло Говорит Не выражайтесь Ну Вроде бы Там Как-то По-другому Она сказала Но Суть Того Что Она Сказала Не выражайтесь Те Кто там Находились Обомлили От этого И Песы Расставили В покое Да Как бы На этом Произведение Заканчивается Чему Вот Вас Научило Это Произведение Вот Может быть Что-нибудь Вы подчеркнули Из этого Для себя Или нет Да Портрет Интеллигента Нереволюционного Профессора Но Из этого Произведения Только то Что ты Совершаешь Ошибку Ты Можешь Исправить Когда Осознаешь Это Но Это Не всегда Работает Это Работает Только Наверное Спроссором Преоберенским Ну Для Меня Сложно Поставить Какое-то Мнение Об этом Все Потому что Я знал Что Я понимал Что это Произведение Булгака А он Не очень Сильно Любил Советскую Власть И пытался Как-то Выстроить Не то Что он Не любил Советскую Власть Он любил Интеллигенцию Которая Страдала От этой Советской Власти Ну Да Страдала Не потому Что Советская Власть Была Злая Или Что-то В этом Роде А потому Царствование Грубо говоря Самому Булгакова Я Очень Сильно Люблю Хотя бы За его Цикл Произведений Это Называется Записками Нового Врача Это Произведение Мы проходили По школьной Программе Читал Только по школьной Программе Далее Я не Перечитал Потому что Не видел Смысла Возвращаться Потому что Основную Мысль Я понял Чего Хочет Добиться Булгаков Было Интересно Я проводил Аналоги С другими Произведениями В общем Если сказать Что я потратил Время Зря Ну Это Неправильно Сказать Просто Что-то Новенькое Для себя Конечно Я подчеркнул В целом Написано Понятно Красиво И Даже Некоторые Вопросы Мне кажется Остаются И в наше Время Актуальны Из этого Произведения Ну И Наш Подкаст Который Называется Давайте Громче Заканчивается Удачи Читайте Становитесь Умнее И Глубче Всего доброго Пока До свидания Всего хорошего Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова